Решение о досрочных выборах важное и необходимое решение, заявил Такаев. А теперь давайте разберем, почему же это решение важное и необходимое. Дело в том, что вот эта вот финтифлюха, которую выдал Назарбаев, явно взбудоражила казахский народ. Вообще народ в Казахстане, он очень миролюбивый и настолько сильны традиции и уважения к власти и старшему поколению, плюс это еще наложено на ислам. То есть люди в Казахстане, они отличаются особой покорностью и особым добродушием, если так можно сказать. И что надо было сделать такого, чтобы даже казахский народ встрепенулся, друзья мои. Совершенно верно, надо было довести народ до ручки и надо было еще и унизить народ. В чем же унижение? Ну, во-первых, в том, что откровенно людей выставили в качестве баранов, сделав такую примитивную кретиническую манипуляцию, передав власть самому себе. Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента республики Казахстан. Во-вторых, переименовали Австану в Нусрултан. Здравствуйте, а сегодня Австану предложили переименовать? Против. Еще и улицы предложили, и памятники. Слишком сильный культ личности на узле. Народа кто спрашивает? Теперь надо Нусрултана переименовать в Австану. Я думаю, это было бы логичным решением обменяться именами. А самое главное – довели казахский народ до полного обнищания. Гигантская страна с неимоверными возможностями. Великолепное географическое положение. Выход на Китай, на Россию. Неисчерпаемые природные ресурсы. Золото, алмазы, нефть, газ. Прекрасная возможность самореализоваться народу. Всего 18 миллионов человек на такой гигантской территории. Прекрасная природа. Можно было бы стать современным Китаем, помноженным на Сингапур, Саудовскую Аравию и Катар. Люди бы жили бы прекрасно. Но форма восточная деспотия все пустила под нож. Почему? Потому что при этой форме правления невозможно развитие бизнеса. Власть панически боится появлению каких-то новых финансовых институтов. Потому что появление других финансовых институтов это концентрация влияния. Власть боится влияния. Но она не учитывает одно. То, что сейчас влияние выражается не только в деньгах, но еще и в информационном пространстве. Раньше государство легко контролировало традиционные СМИ, газеты, радио и телевидение. А теперь появился интернет. И теперь мы все общаемся здесь. И безбоязненно выражаем свою позицию. И говорим людям, как надо по-настоящему жить. И как должны мы жить в нормальном государстве в 21 веке. Иными словами, Нусуртан встряхнул. Он боится. Назарбаев испугался. Он испугался этот ропот казахского народа. Давайте с вами посмотрим, как люди выходят на митинги. И как их хватают менты. Какое негативное отношение по этому поводу высказывала молодежь. Как она откровенно смеялась и глумилась над этим поступком в плане переименования столицы страны и в плане вот этой манипуляции с властью. Назарбаев просто боится, что он не дотянет до 20-го года с этим клоунизмом. С этим жаполизмом Такаевым. И ему надо легализовать власть немедленно. На еще 5 лет. Почему на 5 лет? Назарбаев уже старый маразматик, дед пердун. Ему уже почти под 80 лет. Он прекрасно понимает, что скоро он отправится к праотцам. Поэтому он максимально оттягивает свое благополучие как минимум еще на 5 лет. 5 лет ему нужна легализация. 5 лет Елбасы хочет жить спокойно и под охраной своих государственных жаполизов. Вот какая задача. А ни в коем случае не соблюдение каких-либо конституционных прав. Также Такаев заявил, что благодаря Елбасы государство стало успешное и авторитетное. Благодаря Елбасы мы построили успешное, авторитетное в мире государство. Казахстан занял достойное место в международном сообществе. С нашей страной считается во всем мире. Нет, друзья, оно стало авторитарное. Рейтинг среди стран у Казахстана по уровню жизни занимает 47 место. Рейтинг по уровню коррупции занимает 124 место. Но тут для вас хорошая новость. Мы русские вас обогнали. Мы на 138 месте. У нас коррупции поболее. Почему? Потому что у нас страна еще больше и еще богаче. И еще с большей припязью, чем у вас у казахов. Но это не говорит о том, что у вас в Казахстане все нормально. Все знают, как живут сельские районы. Люди откровенно питаются комбикормом. Зарплата в 100 долларов. Перспектив никаких нет. Все бегут с Казахстана. Не работают социальные лифты. Раньше бежали русские, теперь бегут сами казахи. Потому что реализоваться невозможно. Это абсолютно клановая система. Родственники, связи, кумовство, сватовство. Своим можно все воровать, ездить пьяными, трахать телок. А другим нельзя ничего. Мы можем жить как хотим. А вы должны жить по закону. А если ты открыл свой рот, тебе сразу придет мент и посадит тебя в кутузку. И это, друзья, в 21 веке, извините, когда появилось свободное информационное пространство в виде интернета. Нет, друзья, в Казахстане произойдет революция. Революции всегда происходят после технических революций. Об этом говорил Карл Маркс. Сейчас главная техническая революция – это свобода информации, интернет. И любая техническая революция впоследствии за собой ведет социальную революцию. Все казахи уже устали от этой дегенеративной жизни. От этой жизни устали и белорусы, и русские, и азербайджанцы. Все, кто управляем в тоталитарном режиме, кто управляем таким кретиничным, деспотичным способом, где все ресурсы страны находятся в руках одного человека, а все остальное выжигается, все бомжуют. Не работает образование, не работает медицина. Нет перспектив. Так же, друзья, просто невозможно. Такая вы заявил. Мы переживаем исторический момент. Сейчас все мы переживаем исторический момент. Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке, в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение Казахстану со стороны мирового сообщества. Да, ты переживаешь исторический момент. Я тебе скажу, что у тебя скоро будет такой исторический момент, что ты просто охренеешь, когда казахский народ взбунтуется, и посадит тебя на кол, маразматик. И еще он добавил, мы идем верным курсом. Каким верным курсом, друзья? Любому экономисту понятно, что при такой форме правления, которая сейчас установилась в Казахстане, перспектив никаких нет. 18-й год был тяжелый, 19-й еще хуже, 20-й будет вообще жопа, 21-й будет катастрофа, 22-й будет засада, а потом будет тотальное обнищание. Назарбаев доведет страну до венесуэльского сценария, когда просто будут пустые полки, сдеградирует все, специалисты все убегут, старые специалисты умрут, а новые не появляются из-за дегенеративного образования. Все, тупик, жопа, нет никакого развития. Поэтому, друзья казахи, призываю вас, сплачивайтесь, организовывайтесь, прислуживайтесь к национальным новым лидерам, ищите тех людей, за которыми можно пойти вперед, никого не бойтесь. Сейчас не эпоха сталинизма, не ранний СССР, когда людей расстреливали и выгоняли со своих домов в степи. Сейчас совершенно другие времена. Вы ничего не бойтесь. Максимум, что с вами будет, это 30 суток тюрьмы. Стрелять никто не будет, потому что у государства нет идеологии. Точнее, есть идеология. Это жажда наживы, бесконечная роскошь, бесконечное восхваление своего имени, называние библиотек, аэропортов, улиц, проспектов, столиц. Вы понимаете, до какого маразма и кретинизма довели в Великий Казахстан? Мы же, русские, находимся в полном, таком же дерьме, как и вы. И мы прекрасно понимаем, что не нации виноваты в конфликте с друг с другом, а виноваты те власти, которые стравливают нас друг на друга. Виновата эта форма правления восточная деспотия, абсолютно кретиничная, где в угоду одного человека или кучки олигархов бросается вся страна под откос. Мы должны изменить эту ситуацию, мы должны жить в нормальных, развитых, современных экономических державах, развиваться, сотрудничать, торговать, делать бизнес, растить наших детей, покупать лекарства нашим старикам и иметь будущее, а у нас его просто, извините, спиздили. От вашего решения зависит будущее страны и судьба каждой казахстанской семьи. Спасибо за внимание. Сегодня с вами был Бычковский. До новых встреч. Пока.